Всем привет дорогие друзья! Сегодня предлагаю более детально познакомиться с одним очень интересным Wi-Fi реле TYWD 4-канальная из умного дома 2Smart. Интересен этот девайс тем, что в нем находятся сразу 4 реле с сухими контактами, причем подключение возможно как к нормально закрытому, так и нормально открытому контакту. Кроме этого управлять подключенной нагрузкой можно с помощью кнопок на самом реле, с помощью пульта дистанционного управления, на рабочем на частоте 430 МГц, а также приложение умного дома 2Smart. Давайте подробно рассмотрим все возможности этого устройства, подключим к системе умного дома, рассмотрим примеры автоматизации и работы с системой умного дома Home Assist. Комплектация может отличаться, в моем случае присутствует пульт дистанционного управления, также реле бывает с протоколом работы Wi-Fi, так и ZB, тут уже на ваш выбор. Ссылки на различные варианты я оставлю в описании под видео. Поставляется в небольшой картонной коробке, где кроме реле находится небольшая инструкция. С инструкцией я рекомендую немного ознакомиться, как минимум для понимания, как подключить пульт дистанционного управления. Инструкция на английском и китайском языке. Я выбрал реле с пультом дистанционного управления каждым каналом. Для предотвращения случайного нажатия кнопки пульта закрыты небольшой пластиковой крышки. Канал управления 4, кнопок тоже 4. Индикатор нажатия также присутствует. В нижней части небольшой карабин, можно прикрепить к ключам, например. В верхней части присутствует небольшая антенна. Если брелок не добивает до реле, вытягиваем ее и сигнал дойдет. Сняв заднюю крышку, можем заменить батарейку. Питается брелок от батарейки типа 23А 12В. Умное реле с сухими контактами выполнено в виде квадрата. На передней части вверху клеммные колодки для подключения коммутируемой нагрузки. Далее название и характеристики устройства. Чуть ниже кнопка сброса устройства, а еще ниже кнопки ручного включения и выключения любого из четырех каналов реле. Питается устройство переменного тока от 85 до 250В. Колодка для подключения питания реле находится в нижней левой части. Тут же рядом находится порт питания microUSB, т.е. реле можно питать как напрямую от 220В, так и через лоботочку 5В. Кроме этого реле можно прикрепить на двухсторонний скотч к ровной поверхности, так и закрепить на один рейку. Размер реле составляет 69 на 41 и 20 мм, на один рейке занимает 4,5 места. Открыв крышку реле получаем доступ к плате. Следов соплей припоре я не вижу, сборка аккуратная. За коммутацию внешней нагрузки отвечает реле 4-реле с онгл 10 А или 2,2 кВт. В характеристиках производитель пишет, что нежелательно подключать более 16 А общей нагрузки, но все 4 реле никак не связаны между собой, управляются отдельно, поэтому я не понимаю, почему производитель ограничивает нагрузку. Каждое реле имеет контакты no.com.anc. По теме таких контактов я создавал отдельный урок, где максимально разъяснил, что это такое и как это работает. Ссылку на видео я оставлю в описании под видео. Если вкратце, то nc это нормально закрытый, а no нормально открытый. То есть если реле выключено, то контакты nc и com замкнуты. Если на реле подаем питание, то замкнутся контакты no и com. Соответственно контакт между nc и com будет разорван. В левой части расположилась антенна 433 МГц. За умность устройства отвечает Wi-Fi реле SB3S, довольно популярная в продуктах TUYA. SB3S это по идее имеет встроенный 32-битный микроконтроллер с рабочей частотой до 120 МГц, флеш-память 2 МБ и оперативной памяти 256 КБ для поддержки и подключения к облаку TUYA. Также тут же встроенный 32-разрядный процессор с низким электропотреблением, который также может работать как процессор приложений. Тактовая частота 120 МГц, рабочее напряжение от 3 до 3,6 Вольт. Wi-Fi подключение, каналы с 1 по 14 на частоте 2,4 ГГц, поддержка Bluetooth LE версии 5.2. Также при необходимости управлять включением и выключением реле можно не только кнопками на корпусе, но и припаяв внешнее устройство управления, для этого на плате находятся 5 точек подключения К1, К4 и общий провод КОМ. Скачиваем и устанавливаем приложение TUYA Smart, после этого включаем Wi-Fi и Bluetooth на вашем смартфоне. Переводим устройство в режим сопряжения, для этого долго удерживаем кнопку reset, пока индикатор не начнет мигать. После этого открываем приложение, у меня запустился автоматический поиск устройства и реле сразу же было найдено. Указываем пароль от нашей Wi-Fi точки и ждем добавления устройства. После добавления устройства прямо с главного экрана, нажав на небольшую стрелочку, можем смотреть за статусом любого из четырех каналов, а также включать или выключать его. Немного неудобно, что сразу не видно какое реле включено и какое нет, для просмотра надо пройтись по всем четырем вкладкам. Переходим внутрь плагина и тут мы видим 4 кнопки управления и отображение статуса для каждого из четырех реле. Если включить нужное реле, то кнопка загорается и изменяет статус на ON. Если выключишь реле кнопкой на корпусе или с пульта дистанционного управления, то статус приложения также изменится. В нижней части приложения есть кнопка переключения включения всех реле и выключения всех реле, вне зависимости было сколько было включено или выключено. Перейдя в настройки таймера, можем для каждого из четырех реле задавать и выставлять различные настройки работы реле по времени и временным интервалам, например установить время обратного отсчета до изменения состояния на противоположное, если было включено, реле выключится и наоборот. Также установить различные таймеры работы, допустим в 5 утра включать реле, а в 10 выключать. Расписание будет работать вне зависимости от автоматизации и сценариев. Присутствует возможность установить циклический таймер, например работает реле 1 час, потом 2 часа выключено и так по кругу. Также можно добавить случайный режим работы, когда в хаотичном порядке реле будет включаться, а потом выключаться. Но самый интересный режим работы это импульсный, то есть реле включится примерно на 1 секунду и потом вернется в состояние выключено. Это удобно для эмуляции и нажатия на кнопку, допустим, открытие ворот, переключение скорости работы вентилятора и так далее. К сожалению, на главном экране плагины включенные таймеры нигде не отображаются, поэтому придется заходить в каждый реле и проверять. Переходим в настройки. Первым делом переходим в меню статус реле, это состояние всех реле, которое будет после отключения электропитания. Тут можно выбрать или все реле выключается, или все реле включаются. Но я думаю, будет полезно установить режим статус памяти. Это означает, что после отключения и включения питания умного реле все управляющие реле перейдут в то состояние, которое имели до отключения питания. По умолчанию после возобновления подачи питания все реле будут выключены. Еще одна настройка связана с подключением внешнего выключателя, который имеет статус «Включено» или статус «Выключено» . Еще одна интересная настройка это настройка «Интерлог», а именно указывается то реле, которые не могут работать вместе. Допустим, реле 2 и реле 3. Сохраняем. Переходим в режим переключения статуса, включаем реле 2 и допустим 4. И пробуем включить третье реле. Как видим, после включения третьего реле, второе выключается, но при этом четвертое реле как работало, так и работает. Добавление пульта дистанционного управления. Переходим в настройки и выбираем последний пункт RF Remote Control Setup. Тут все просто. Нажимаем на кнопку «Добавить пульт». И на пульте жмем кнопку «A». Теперь наш пульт дистанционного управления появился в списке. При желании можно переименовать. Переходим внутрь. И тут мы видим, что кнопка «A» нашего пульта управляет реле 1, а именно переключает состояние «Включено» или «Выключено». Можно добавить еще 3 реле в режим переключения. И тогда одной кнопкой мы будем последовательно включать нужное реле. Ну, допустим, сделаем настройку «Выключить одной кнопкой все реле». Включаем наши реле. И с пульта нажимаем кнопку и выключим их. Все. Если выберем режим переключения состояния, то одной кнопкой мы можем как включать, так и включать все 4 реле. Но так как кнопок у нас 4, то добавляем все остальные. Только в настройках необходимо указать, к какому реле будет относиться изменение статуса. Так как по умолчанию пульт привязывается к первому реле. На первом устанавливаем Note Set, а на втором стоит свитч. Аналогично проделываем для остальных кнопок. И теперь пультом дистанционного управления можно управлять реле. Почему пульт DOO можно использовать не только из комплекта, главное, чтобы он работал на 4403 МГц. Автоматизацию предлагаю сделать на основе управления котлом отопления и подключения двух циркуляционных насосов. Образно, на первом реле включение котла, на реле 2 и 3 включение насосов. Создаем сценарий, при изменении статуса устройства выбираем датчик температуры. И выставляем условие, если менее 21 градуса. Тогда запускаем котел и два реле насоса. В самом реле действительно автоматизации немного. Включить, выключить или переключить статус. Выставляем трем реле включить. Получается вот такая автоматизация. Теперь нам надо котел выключить после 23 градусов. Для этого делаем новую автоматизацию датчик температуры. Выставляем если более 23 градусов. И условие выключить котел и через 5 минут выключить насосы. Получается вот такая автоматизация на выключение. Я думаю благодаря 4 реле можно придумать любую автоматизацию под свои потребности. Открываем вкладку с нашим Home Assist. Переходим в настройки. Устройства и службы. Перезапускаем интеграцию туя. После этого переходим внутрь и ищем наше устройство. Вот оно 4-433. Перейдя внутрь мы видим статус каждого реле. Из настроек доступно только управление статусом реле после выключения света. А конкретно включено, выключено или помнить последнее состояние. В журнале событий фиксируются все включения и выключения нашего реле. Будто сделаны вручную. Либо с помощью автоматизации. Либо с помощью Home Assist. Реле может работать как от переменного тока 80-250 Вольт. Так и от постоянного с напряжением 5 Вольт. Для этого понадобится блок питания с силой 5 Вольт. А с силой только до 1 Ампер. Так как реле потребляет совсем немного. В целом до 0,5 Ампер. Все 4 управляемых реле это реле с сухими контактами. То есть через них не проходит электрический ток самого реле. Как видите, само реле подключено к 220 Вольт. Но на контактах реле напряжение отсутствует. Если говорить простыми словами, то это банальные выключатели. Цепь разорвана или цепь соединена. Причем подключать к ним можно не только 220 Вольт питания, но и 100, 12, 5 Вольт. А можно и не подключать напряжение вовсе. Просто для размыкания и замыкания цепи в устройствах. Это может быть сухой контакт, котла, отопление, кнопка открытия оборот или кнопка переключения режима оборотов двигателя. Переключаем тестер в режим прозвонки. И подключаем его к нормально открытому контакту NO и CON контакту. Если реле выключено, то контакты NO и CON разомкнуты. Как видим, тестер никак не реагирует. А стоит только включить реле, контакты замкнутся, и тестер пищит указывает, что CET замкнут. Если в настройках выставить импульсный режим работы, допустим 2 секунды, типа эмуляция нажатия на кнопку, то, как мы видим и слышим, реле включилось и выключилось. Тестер запищал, через 2 секунды реле выключилось. Соответственно, если переподключить тестер к нормально закрытому контакту, то когда реле выключено, цепь замкнута и размыкается, когда управляемое реле включается. Все четыре реле полностью независимы друг от друга, поэтому могут быть подключены как вам надо, или чтобы цепь была постоянно замкнута, или постоянно разомкнута. А размыкалась и замыкалась в момент включения реле. Как один из вариантов, это управление открытием ворот. Когда одно реле переводим в режим импульсной работы, по сути имитируем нажатие на кнопку пульта дистанционного управления мотора, гаражных ворот, распашных или откатных ворот. Остальными же реле по автоматизации включаем освещение во дворе или в гараже. Еще один вариант, это управление отоплением. Первым реле замыкаем сухой контакт котла и запускаем его. По автоматизации запускаем несколько циркуляционных насосов и управляем головками сервопривода теплого пола. И так как после отключения котла желательно еще дать поработать несколько минут насосом, отключает их по автоматизации спустя 5 минут после остановки работы котла. А сервоприводами гребенки теплого пола можно управлять по автоматизации со внешними датчиками температуры. Реле получилось довольно функциональным и с большими возможностями управления как физически, так и беспроводно. Функционально пригодится для управления несколькими групп приборов, начиная от вытяжки, переключения скорости мотора, открытия ворот и калитки, так и управления отоплением дома с возможностью автоматизации включения котла, насосов работы, термоголовок гребенки и теплого пола. Для этого производитель предусмотрел различные виды работы реле от простого включения-выключения до импульсного режима или режима интерлок. Все ссылки на товар вы найдете в описании под видео. Там же находится ссылка на группу в Телеграм, где вы найдете не только новинки по системе умного дома, а также купоны, акции, прочие общения и ответы на ваши вопросы. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, если видео вам понравилось, подписаться на канал, чтобы не пропустить другие интересные видео про систему умного и не очень дома. Всем всего хорошего, пока-пока!